Здравствуйте! Меня зовут Людмила Булдакова. Я партнер международного интернет проекта «Дай себе шанс». Сегодня у меня для вас видео урок «Как рекрутировать в социальной сети Мой Мир». Для того, чтобы работать в социальной сети Мой Мир, вам необходимо создать свой аккаунт в этой социальной сети. Чтобы создать аккаунт в социальной сети Мой Мир, достаточно зарегистрироваться на почтовом сервисе Mail.ru и у вас автоматически появится аккаунт в этой социальной сети. Первое, что нужно сделать, это оформить свою страничку. Ваша страничка должна выглядеть примерно так. То есть нужно поставить личное фото, обязательно не картинку из интернета, а свое фото, чтобы люди знали вас в лицо, которые будут к вам присоединяться. Также нужно поставить обложку. Обложка должна показывать людям то, чем вы занимаетесь. И в статусе нужно поставить ссылочку на свой блог или сайт, чтобы человек, когда зашел на вашу страницу, уже смог самостоятельно посмотреть ваше бизнес-приглажение. Следующий момент. Все люди, которых мы приглашали ранее, друзья, они у нас никуда не делись. Они у нас здесь, на нашей страничке. Мы просто открываем вкладочку «Друзья», «Предложения» и «Мои предложения». То есть те, кому мы предлагали с вами подружиться. И мы можем повторно им выслать приглашение. Для чего? Потому что с первого раза не всегда человек присоединяется. А если он увидит ваше предложение один, два, три, четыре, пять раз, он уже вас запомнил в лицо. Ему уже интересно, почему вы к нему так бьетесь. Он зайдет, посмотрит вашу страничку, увидит ваше предложение. Если ему будет интересно, он присоединится. Если не интересно, ну, получит еще, может быть, два-три предложения. После этого уже список пополнится. И его картинка, его фото, и его профиль уйдет уже ниже в предложении. И уже он не будет получать. И так можно 100 человек добавить. После этого обычно выходит окошечко с просьбой ввести код на картинке. Не пугайтесь, ничего страшного. Это просто система проверяет, реальный вы человек или робот. Здесь нужно просто ввести цифры и нажать «Готово». Далее работа со списком друзей. Те, кто у вас уже в друзьях, этот список нужно, конечно же, отработать. Потому что, если не пригласите вы, пригласит кто-то другой. Люди видели в ленте вашу информацию. Люди уже немного знакомы с вами. И с ними проще начать беседу. Как работать со списком друзей? Рекомендую выбирать тех, кто в сети. Потому что те люди, которые не в сети, вполне возможно, что они очень редко выходят в сеть, в этой социальной сети. Возможно, они просто зарегистрировались. Когда-то здесь работали. Ну, то есть, общались. Добавились к вам в друзья. Видели, возможно, вашу какую-то информацию. И перешли в какую-то другую социальную сеть. И здесь не выходит. Поэтому лучше с теми, кто в сети, просто опускаем страничку немного ниже. И здесь выйдут все друзья. И рядом вкладочка в сети. Вот если вы видите сейчас на картинке, в сети 23 человека. Нажимаем просто эту вкладочку. И выходят все люди, которые сейчас онлайн. И смотрим, с кем нам общаться. Мы видим, выбираем фото, кто вам понравился. Да, на фото. И где горит зелененьким, этот человек работает с компьютера или с ноутбука. Если горит с синеньким, вот внизу, справа от фотографии, треугольничек, то этот человек работает с телефона. Если вам удобно работать с телефона, если вы сами работаете с телефона, то вы можете добавлять людей, тех, кто работает с телефона. Если удобнее работать с теми, кто с компьютера, то есть знаете, как с компьютера, то добавляйте тех, кто с компьютера работает. Что нужно сделать? Нажать на имя, фамилию пользователя. Откроется его личная страничка. И здесь мы смотрим, подходит ли нам человек под нашу целевую аудиторию. То есть мы смотрим, из какого он города. Возможно ли строить бизнес с человеком из этого города. То есть есть ли там пункт обслуживания, чтобы человеку было удобно работать в нашем проекте. И смотрим возраст, подходящий или нет. И смотрим, нет ли рекламы у человека подобной нашей. То есть, чтобы не приглашать людей, которые уже в нашем бизнесе или в каком-то параллельном. Вот выбрали человека, все подходит. Что нужно сделать? Обязательно приятности доставить. Поставить оценочки на фото. Класс там, нравится. Можно написать какой-то комментарий. И после этого уже написать сообщение человеку. Первое сообщение. После этого чаще люди отвечают на сообщение. Далее отмечаем друзей на фото. Выбираем фото на своей страничке, уже загруженные. Или загружаем фото. Пишем описание. Со своей ссылкой на сайт или блог. Нажимаем кнопочку отметить друзей. Выскакивает окошечко. И здесь можно написать имя человека. Можно просто по порядку выбрать людей. Нажать на пользователя. И нажать кнопочку выбрать. Далее, как добавлять видео. Здесь, с левой стороны, где моя страница, есть раздел видео. Нажимаем на него. И открывается вот такая страничка. Здесь нажимаем добавить видео. И выходит вот такое окошко. Выберите файлы для загрузки. Или перетащите файлы в эту область. Или же можно добавить по ссылке из интернета. Выбираем добавить. Вводим ссылочку из интернета на видео. Из YouTube. И нажимаем добавить. И вот такое открывается окошко. Видео было успешно загружено. Теперь оно должно быть обработано. Обычно это занимает от нескольких минут до часа. Видео будет доступно по ссылке. И здесь показывается название видео. В описании, опять же, можно написать свое предложение. И можно добавить в какой-то альбом. Может быть, несколько альбомов у вас. И добавить в этот альбом. Далее нажимаем сохранить. Все. Видео у нас загружено. Теперь приглашаем друзей. Нажимаем кнопочку на своей страничке найти друзей. Именно так. В таком случае открывается вот такая страничка уже. И здесь нужно выбрать параметры. Вот я выбираю по-женски. Страна Россия. К примеру, регион Московская область. Город Дубна. Возраст 35-39. И выходят вот все пользователи по этим параметрам. Найдено 676 людей. Что делаем дальше? Здесь есть кнопочка подружиться. Нажимаем на нее. И сразу же первое сообщение. Вот такое сообщение. Я пишу всем, кого добавляют друзья. Если человеку интересно, он добавится в друзья. Может ответить на сообщение. Может не ответить. Но если его интересует, он добавляется. Далее. Праздники. Здесь есть слева также вкладочка праздники. Нажимаем на нее. Далее мои праздники. И добавляем свой праздник. И вот так вот ваш праздник будет выглядеть на вашей страничке. Очень хорошо отображен. И можно посмотреть со страницы другого пользователя. Как он будет выглядеть в ленте у друзей. Если человек заходит на свою страницу, он сразу видит, что у вас праздники. Рекомендую праздники выставлять через два дня. И весь месяц праздники будут мелькать в ленте у ваших друзей. Далее группы. Далее группы. Заходим в раздел группы. И если у вас уже есть группа, здесь можно добавить всех друзей в свою группу. Просто нужно нажать галочку, где выбрать всех и отправить. Вот если у меня сейчас в настоящий момент 578 человек в друзьях, я могу сразу одним кликом всех пригласить в свою группу. Настройки группы. Настройки группы. Нажимаем кнопочку. Открываем группу свою. У меня такая группа интернет проект. Дай себе шанс. Нажимаем о группе. Далее. Выходит информация о группе. Здесь заголовок, категория, описание группы, интересы. И нажимаем настройки группы. Выходит такая табличка. Здесь нужно выбрать уровни доступа. То есть мы делаем группу открытой или закрытой. Вот сначала, когда я ее создала, она у меня раскручивалась. Была открытая группа. Сейчас я ее закрыла. И выставила такие параметры. То есть кто может вступить. Заявки рассматриваются модератором. Кто видит записи фото-видео? Только участники. Когда появляются записи в обсуждениях? После проверки модератором. Кто создает обсуждение? Только я. Кто комментирует обсуждение видео-фото? Только участники. Кто голосует? Только участники. Кто видит результаты голосования? Только участники. Включить фильтр матов. То есть здесь тоже галочку мы ставим, чтобы в комментариях не было маты. Кто может добавить музыку? Только администрация. Фото и видео только администрация. Голосовать за фото только участники. И приглашать в обсуждение только создателей. И обязательно нажимаем кнопочку сохранить. Как создать обсуждение? Открываем главную страничку группы. И есть вкладочка обсуждения. Нажимаем на нее. И пишем тему обсуждения. Можно поставить фото. Можно поставить ссылочку на свой сайт или блог. Также можно здесь добавить опрос, видео. Все что угодно. И пригласить. И все люди, которые у вас в группе, получат приглашение обсудить вашу тему. На этом у меня все. Желаю успешного рекрутинга в социальной сети Мой Мир. Продолжение следует...